Мир вам уважаемые друзья и дорогие коллеги, мы с вами снова на канале Психфарм.2, который всегда на вашей стороне. Мы благодаря эмблемам, девизам, благодаря нашему гуру-учителю-психфармачу, как всегда по понедельникам наша традиционная рубрика «Отвечаем на ваши вопросы». Сегодня ответы на вопросы касаются того, как диагноз, это очень важно, как диагноз определяет лечение. Мы много раз говорим о том, что диагноз определяет лечение. Вот некоторые иллюстрации к этому положению. Итак, первый вопрос. Как вылечить психологическую зависимость от бензодиазепинов и как слезть с физического привыкания к диазепаму? Самому не получается. Врач не особо понимает, что у меня зависимость. Я с ним поговорю, но хотелось бы узнать ваше мнение. Первое, вроде кажется, простой вопрос. Неизвестно, какой врач, что там не получается. Вообще зависимость лечат врачи-наркологи. Ну, предположим, это нарколог или не нарколог, это не важно. Вот что настораживает? Как вылечить психологическую зависимость от бензодиазепинов? Как слезть? Самому не получается. Врач не особо понимает. Вообще, врачи, когда они видят зависимость, особенно им рассказывают, они, в общем, понимают. А тут не понимают. Почему это может быть? Это может быть из-за того, что есть так называемая псевдозависимость от бензодиазепинов. Посмотрите, у нас есть плейлист бензодиазепина, и там эта псевдозависимость описывается. Что это такое? Это когда у человека, человек постоянно, в течение длительного времени принимает приблизительно одну и ту же дубцу бензодиазепина, и слезть не может. Потому что только он слезает с этой дозы, как у него начинается ухудшение в состоянии. Что это такое? Это не является зависимостью. Потому что многие думают, что зависимость – это когда не можешь слезть. Для того, чтобы диагностировать зависимость, нужны различные признаки. Их шесть. Нужно три не менее из шести. Например, нарастающая доза, вредные последствия от употребления дозы. Ну, вспомните алкоголика любого. Он не выйдет из-за стола, пока все не выпьет. Соответственно, бензодиазепина пока всю пачку не заглотит, он не уходит из-за стола. То есть, это вот целый ряд таких моментов, на которые нужно обращать внимание. Есть зависимость или нет? Так вот, очень многие люди, у которых зависимости нет, они думают, что она есть. Что это такое? На самом деле, когда человек длительное время находится на одной и той же дозе препарата, а снять не может. Это ипохондрия. Это страх человека перед тем, что он окажется беззащитен перед болезнью. Поэтому, как только у него убирает, это как костыль. Вот, посмотрите, вы за человеком, который, например, сломал ногу. Вот он до длительного времени выложен ходить на костыле. Потом нога срослась. У него костыль отнимают. Посмотрите, как он неуверенно идет. Так и здесь. То есть, это на самом деле нужно лучше понимать, что с вами. Другой поставить правильный диагноз. Если есть зависимость, то нарколог. И, соответственно, там будет лечение у нарколога. Если зависимости нет, то тут тоже будет лечение свое, которое мы разбираем в плейлисте бензодиазепина. Так что смотрите нас, пожалуйста. Следующий вопрос. Доктор, мне от депрессии и бессонницы назначили проксетин за пеклон. Можно ли принимать эти препараты вместе? Заранее спасибо. Очень часто возникают такие вопросы. Можно ли тот или иной препарат принимать вместе? Вопрос на самом деле очень и очень простой. Заходите в инструкцию. Там перечисляются препараты, с которыми вместе надо использовать тот или иной проксетин. С какими препаратами его надо использовать? С осторожностью. Какие препараты не сочетаются с проксетином? Все написано в инструкции. Если вы видите там слово запекло, то просто не принимайте и все. Иное дело, если по сути разбираться, депрессия очень часто сопровождается нарушением сна. И вот тут очень и очень важно понять. Ну, собственно говоря, первично. Если первична депрессия, то тогда, наверное, нужно лечить депрессию. А проксетин здесь не самый лучший препарат. Поэтому будете принимать проксетин и запеклон вместе, а толку не будет. Несмотря на то, что вроде бы можно. Бессонница. Очень часто бессонница сопровождается идеями, что все, я не выживу, я погибну из-за нарушения сна. У человека плохое настроение. Наладите ему сон, и у него появляется хорошее настроение. Зачем в этой ситуации проксетин? Вообще непонятно. То есть, видите, как диагноз на самом деле определяет лечение. То есть, надо понять, что, собственно говоря, есть. Депрессия, симптом бессонницы, бессонница и реакция человека на бессонницу. Вот как надо подходить к решению такого вопроса. Следующий. Михаил Ильич, поведайте, пожалуйста, как-нибудь в данной рубрике о так называемом синдроме сонного паралича. Есть ли такой диагноз в МКБ? Что на самом деле происходит с мозгом, когда человек проснулся полупохожим и не может пошевелиться? Может ли это состояние внезапно появиться снова? Очень любопытно. Спасибо заранее. На самом деле, такого диагноза в МКБ нет и быть не может. А вот что есть, это так называемое диссоциативное конверсионное расстройство. Или диссоциативное, по новой классификации, неврологическое расстройство. То есть, это по форме неврологическое расстройство, как бы паралич. Но на самом деле, оно является по старому истерическим расстройством. Человеку кажется, что он проснулся и не может пошевелиться. У него возникает дикий страх. Как правило, это всё связано с какими-то психотравмирующими ситуациями. Как правило, обычно это всё быстро, очень быстро проходит и не требует никакого лечения. Так что, вот как сонный паралич присутствует в МКБ. Значит, это диссоциативное, сейчас конверсионное расстройство. Довольно часто такое бывает. Бывают не только судороги. Вот все знают, что при истерии бывают судороги. Нет, а бывает не только судороги, а бывает так называемый паралич. Когда человек просто лежит и пошевелиться совершенно не может. Он обездвижен. Что в таких случаях делать? Вообще-то, раньше, например, это всё лечили бензодиазопинами и, в общем, с большим успехом. Человек просто успокаивался, и всё это дело проходило. Следующий вопрос. Здравствуйте, доктор. А не может ли потеря веса быть следствием тревожного расстройства? В мой случай поставили паническое расстройство, а так тревогу испытываю уже 6 лет, и с тех самых пор падает вес. Проходил обследование, всё в норме. Паразитов нет, гормоны в порядке, индекс массы тела упал до 15,5. Ем очень мало, очень много, образ жизни малоподвижный. Вес всё равно не прибавлял. Только с назначением сульпилида прибавил. Вот здесь очень и очень важен диагноз. Не важно, что спрашивает пациент. Обратите внимание, индекс массы тела упал до 15,5. Как вы помните, индекс массы тела измеряется в килограммах. Мы берём вес в килограммах и делим на рост, выраженный в метрах. Но при этом рост надо обязательно возвести в квадрат перед тем, как делить. Ну и получаем килограммы на метр квадратный. То есть 15,5 килограмм на метр квадратный. Что это такое? Это вес индекс массы тела крайне низкий. Свидетельствует об истощении. И это, в принципе, характерно только для одного психического расстройства, которое называется нервной анорексией. Ни для какого тревожного расстройства это не характерно. И легко в этом убедиться. Вы заходите в МКБ-10, читаете критерии расстройства, видите, что там ничего похожего на индекс массы тела нет. И только в одном месте индекс массы тела есть. Это нервная анорексия. Нервная анорексия является опасным психическим расстройством. Вообще очень мало психических расстройств, которые прямо ведут к смерти. Вот нервная анорексия. Там действительно известно, что риск умереть повышен. В частности, смерть может наступить и от инсульта. Как ни странно, смерть может наступить из-за дистрофии, скажем, тканей сердца. Много чего там может быть. Ну, фактически, чтобы вам много не рассказывать, ну, как представьте себе, от чего помирали, скажем, узники концентрационных лагерей. Вот они, собственно говоря, от этого померли. Только там была нервная анорексия, им просто не давали еды. Ну, а здесь человек не ест. Конечно, люди, которые страдают нервной анорексией, они всегда говорят, что они в норме. Это отсутствие критики к своему страданию довольно известно. Что образ жизни малоподвижный, что он много ест, а при этом не полнеет. Ну, что тут сказать. Это все критерии относятся к нервной анорексии. Поэтому очень важно здесь поставить диагноз. Здравствуйте, док, не здравствуйте, док. У вас большой риск умереть. Я вам не советую играться со смертью. Идите ко врачу, рассказывайте, что у вас индекс массы тела такой. Сульперит здесь не поможет. Нет препаратов, которые бы помогали от нервной анорексии. Назначают иногда в качестве препарата, который повышает аппетит, там, сульперит, аланзапин. Они повышают аппетит, все очень хорошо, но проблему это не решить. Вот ваше проблему надо решить только питанием дополнительным. Это можно организовать либо через зонт, либо будете питаться в присутствии медицинского персонала. То есть, это вопрос в стационаре лечится. Я вам очень советую. Не откладывайте этого, пожалуйста. Не умирайте, не нужно умирать. Вы потом, когда преодолеете это все, вы будете потом с ужасом вспоминать все эти годы, как вы страдали, и это совершенно ни к чему не нужно. Следующий вопрос. Здравствуйте. Принимал цитлопрам 20 мг, эквитиопин 20 мг, занимаясь вольной борьбой. Можно ли так совмещать? Вот опять человеку все равно на диагноз. Давайте будем разбираться. От диагноза на самом деле много чего зависит. Итак, человек принимает квитиопин 20 мг на ночь, который может вызвать нарушение реакции мышечных. Соответственно, заниматься борьбой. Во всяком случае, его спортивные результаты снизятся. Что касается цитлопрама, то, ну скажем, вряд ли он напрямую повлияет на спортивные результаты. Но, в общем-то, возникает вопрос, а зачем он нужен? Цитлопрам лечит тревожные, например, тревожные расстройства, да? Ну, скажем, панические атаки, например, паническое расстройство, генезонная тревога. А можно ли с паническим расстройством заниматься вольной борьбой профессиональной? Я думаю, что нет, невозможно. То есть, вообще непонятно, страдает ли этот человек каким-либо психическим расстройством. Вот где важен диагноз. Так если он не страдает, зачем тогда вообще принимать, а зачем что-то там совмещать? Если он страдает, то, ну, тогда, значит, нужно действовать в соответствии с психическим расстройством. Может быть, при, например, при тревожных расстройствах я бы критиопин бы не назначал. То есть, вот, диагноз постоянно очень и очень важен. Следующий вопрос. Скажите, доктор, тогда в каких случаях назначают нейролептики? Мне назначили и глонил, и амитрептилин. Я вам очень просто могу ответить, что поскольку в нашей медицине, в нашей психиатрии диагнозы до сих пор не важны, более того, конечно, врач обязан сообщить диагноз, но наши психиатры этого не делают, потому что за несообщение диагнозов не существует никаких санкций. Поэтому диагноз не важен, и поэтому психиатры в самых разных случаях назначают нейролептики. Им всё равно. Они назначают нейролептики вне зависимости от диагноза. Повредит это, не повредит. Им как бы это всё параллельно. Что я вам советую? Начните с диагноза. Начните, пожалуйста, с диагноза, потому что это очень-очень важно. Если вы получите диагноз, да, кстати, мы же сделали для вас специальную рубрику, специальную помощь. Это так называемый экспресс-анализ вашего диагноза и назначенного лечения. То есть любой из вас, кто пожертвует на развитие нашего канала единовременно, сумму 1000 рублей и более, получает возможность, право в течение одной недели послать нам заполненную форму. Там всё есть по ссылке. И в этой форме указать там диагнозы, то, что он получает. И тогда мы вам выдадим ответ. Правильно вас лечат, неправильно. Надо уточнять диагноз или не надо уточнять диагнозы. А то привыкли, пишите без всяких диагнозов. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, лечится ли синдром раздражённого кишечника психиатрическими препаратами, в частности, глонил, таралиджен, антидепрессанты? Вот тут тоже очень важная диагностическая проблема, с чего бы я начал. Как ни странно, бывают такие расстройства. Это вот синдром раздражённого кишечника, который лечится гастроэнтерологом. У психиатров есть самотофорная дисфункция вегетативной нервной системы. Там с локализацией верхней части желудочно-кишечного тракта в нижней. В принципе, одно и то же. У каждого свой диагноз. Судя по диагнозу, вы наблюдаетесь у гастроэнтеролога. Потому что синдром раздражённого кишечника, гастроэнтерологический диагноз. Лечится препаратами. Вы их называете психиатрическими. Вот возьмём, например, таралиджен. Не знаю, таралиджен, да, это снотворный препарат. А вот иглонил, например, этот препарат, который стал на самом деле даже больше гастроэнтерологическим, чем психиатрическим. Так что тут лечится, потому что, ещё раз говорю, для этого надо изучать, как формируются эти расстройства. У нас на канале есть об этом множество данных. Пожалуйста, заходите, смотрите, ну и вы поймёте, что лечится и почему лечится. Там всё есть объяснение. Следующий вопрос. Взяла рецепт наракона, по вашему совету, от социофобии. Пьют три недели, результата нет, тревога и паника при социальном взаимодействии не проходят. Здесь, казалось бы, всё правильно. Ракона помогает при социофобии. Другое дело, что за три недели ракона подействовать не может. Да и дозу надо знать, какая доза, потому что доза должна быть терапевтическая, а то некоторые принимают четверть таблетки и ждут результата. Дело тут даже не в этом. Что здесь очень подозрительно? Паника при социальном взаимодействии. При социофобии вопрос не в панике при социальном взаимодействии. Там совсем другой акцент. Пациент боится продемонстрировать следствие паники окружающим. У него не жалуется на панику при социальном. Он не жалуется на то, что у него, когда он контактирует с другим, возникает тревога. Там другие жалобы. Он жалуется на то, что ему кажется, что он в присутствии других может обмочиться, и все это увидят. Он боится, что он может обкакаться в присутствии других, и все это увидят. Он боится, что он может вспотеть в присутствии других, и все это увидят. Вот что такое социофобия. А если у вас возникает тревога при социальном взаимодействии, то это вполне может быть не социофобия, а что-то другое, или даже вообще не психическое расстройство. Ко мне сейчас очень много приходит людей, жалуются на социофобию, когда начинаешь выяснять, выясняется, что им просто не хочется ни с кем встречаться. Вы меня, ради бога, извините, но это к социофобии не имеет никакого отношения. Так что для начала нужно всегда диагноз, потом тогда поймете, подействует препарат или нет. Следующий вопрос. Добрый день, доктор. Депрессия началась с бессонницы. Вначале резкое побуждение в 4 утра, потом в 2 ночи, и потом окончательно бессонница с невозможностью заснуть. Принимаете депрессант из группы СИАЗС больше месяца, и на ночь таблетки сомнов, дабы уснуть. Психотерапевт порекомендовал принимать сомнов в минимальной дозе до полного раскрытия АД. Мне все это напоминает раскрытие АД, это как вино какое-то раскрывается, и это может занимать до 2-3 месяцев в среднем. Подскажите, лучше пока оставлять схему с сомновым одну-вторую на ночь, или убирать его, заменять полностью на что-то другое. Определённые сдвиги в действии АД уже заметил. Снизилась тревожность общей негативной симптоматики. Как убирать лучшую снотворную дальнейшую, принимая через день или уменьшая дозу до полной отмены. Опять же, та же самая проблема. Вот депрессия не является диагнозом, а бессонница является диагнозом. Что, собственно говоря, у вас случилось? Депрессия началась с бессонницы. Так может быть, у вас, извините меня, просто бессонница, а дальше вы начали себе рассуждать, что бессонница – это страшно, что вы можете помереть, и у вас возникла тревога. Вы пришли к психиатру, он вам назначил СИАЗС. Ну, в общем, неизвестно зачем, на самом деле. Вы ждёте там какого-то раскрытия, неизвестно чего. Вместо того, чтобы принимать препарат от бессонницы в терапевтической дозе, я, честно говоря, не знаю. Поэтому перестаньте писать вот такие диагнозы. Пользуйтесь, кстати, нашей экспресс-экспертизой. Вот там уж всё будет нормально. Поэтому, может быть, вам и отменять-то на самом деле со мной ещё не нужно. А может быть, вам нужно его продолжать принимать или переходить на какой-то другой. Вот, собственно говоря, с чего надо начинать разрешение вашего вопроса. Следующее. Моё состояние, мои мозги были на полу. Пришла в аптеку и прошу дать мне успокоительные таблетки, а сама беру настойку пиона-бояршника. Я очень часто им пользовался, продавец мне говорит. Вот это вы взяли, и не надо вам никаких таблеток. Какая у них цена лучше, чем эти настойки? Вам не будет, да пришлось пить их месяц, но эффект был хороший. Можно ещё добавить валерьянку. Конечно же, вот опять же к вопросу о диагнозе. Если пациент не ходит к врачу, а сам ставит себе диагноз мозги на полу, и он приходит в аптеку, то, конечно, можно назначать ему препараты, то есть сам будет выбирать препараты, которые обладают, я бы сказал, отрицательной эффективностью. А судя по опросам, которые мы сейчас проводим, препараты эти обладают отрицательной эффективностью. То есть они не помогают гораздо чаще, чем помогают. Они помогают, они прежде всего, видимо, тем, у кого действительно мозги на полу, то есть у кого нет никакого психического расстройства, ну и, соответственно, он принимает эти травки, ему хорошо. Принимайте их и дальше. Слава тебе, Господи, но помните о существовании диагноза. Как всегда, я вас очень-очень прошу. Пожалуйста, комменты, лайк, подписка. Нам бы хотелось, чтобы наши знания распространялись по Ютьюбу, а для этого нужны комменты, лайки, подписка. Хотите отблагодарить нас за этот ролик? В описании вы найдете реквизиты счета. До новых встреч.